Текстовые сообщения, аудио и видеосвязь. Полицейские продолжают прием обращений от граждан посредством приложения 102. Связаться с инспекторами дежурной части можно с любого гаджета с предустановленным приложением. Также отправка обращений предусмотрена и посредством бота в мессенджере Telegram. Приложение 102 запущено по всей стране в феврале 2021 года. Сервис разработан в первую очередь для удобства граждан. Однако, как показывает практика, граждане не спешат пользоваться функционалом полицейского приложения, предпочитая опубликовать информацию о преступлениях и правонарушениях в лентах пабликов популярных социальных сетей. Такой путь коммуникации нередко тормозит реагирование, ведь прежде данной публикации необходимо выявить и проанализировать. А обращение на приложение 102 в обязательном порядке регистрируется в Центре оперативного управления. Принимаются меры и пользователю направляется официальный ответ. За время использования данного приложения в Департаменту внутренних дел Северной Казахстанской области поступило 427 сообщений. Из них 25 через видеосвязь. С помощью данного приложения вы можете при использовании кнопки СОС в оперативном режиме связаться с оператором Центра оперативного управления, если вы попали в какую-то экстремальную ситуацию. Также, пройдя регистрацию, вы можете с помощью текстового сообщения связаться с Центром оперативного управления при интересующих вас в каких-либо вопросах. Данное приложение возможно скачать на таких сервисах, как App Store и Google Play. В полицию Северной Казахстанской области за сутки на сервис 102 поступает порядка 10 обращений. В основном они касаются соблюдения транспортной дисциплины. Кроме мобильного приложения продолжается непрерывный прием обращений по классическому методу. Через телефонный номер 102. За 7 месяцев текущего года на специальный канал 102 поступило 85 327 телефонных звонков. Из них 19 810 сообщений граждан о совершенных преступлениях и происшествиях, по которым требовалось немедленное реагирование полиции. Инспекторами видеонаблюдения Центра оперативного управления с помощью камер зафиксировано 10 337 административных правонарушений. В основном это нарушение правил дорожного движения, нарушение правил общественного порядка, нахождение лиц в общественных местах, состояние опьянения, а также распитие спиртных напитков в общественных местах. Кроме этого, с помощью видеокамер с начала года на улицах областного центра раскрыто 117 преступлений. Аида Ермекова при содействии Пресс-службы Департамента полиции.